МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Городские встречи в студии Марии Рудая. Сегодня у нас в гостях Сергей Кузнецов, управляющий региональным отделением Банка России. Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Сейчас очень сложно. Дела обстоят с кибербезопасностью. Каждый год случаи происходят, когда со счетов, с карт россиян и рязанцев снимают баснословные суммы денег мошенники. Как с этим обстоят дела и как вы боретесь с этим? Действительно, проблема есть. В том году 960 миллионов было списано незаконно со счетов. По крайней мере, эти данные подтверждены Центральным банком. Центральный банк проводит большую работу по защите потребителей, пользователей пластиковых карт. В Центральном аппарате создан специальный центр, финцентр называется, который включает в себя взаимодействие более 430 кредитных организаций, более 100 некредитных финансовых организаций. Силовые структуры, антивирусные программы используются, соответственно, их производители. Идет взаимодействие по борьбе с киберпреступностью. Есть ощутимые результаты. По крайней мере, списание денег становится с каждым годом меньше. Различных программ противодействия становится больше. Но мы четко должны понимать, что с ростом безналичных расчетов, а на 25-30% в год увеличивается общий объем и количество безналичных расчетов, повышается и становится больше риск кибермошенничества. Этот проблем действительно есть. Сергей, ну вот скажите, как защитить людей? Потому что сейчас очень многим, точнее даже не многим, а всем пенсионерам переводят пенсию на карты, и многие отказываются, боятся, просто боятся. Ну, мне кажется, бояться не надо. Если ты выполняешь определенные требования по безопасности, которые устанавливает кредитная организация, она прописана, эти требования в договоре, то бояться практически нечего. На что особо надо обратить внимание? Обязательно прячьте пин-код, который вы вводите, потому что преступники могут не только подсмотреть из-за спины, когда вы выводите пин-код карты, может быть установлена мини-видеокамера около ввода. Это проблема. То есть первоначально прятать пин-код. Конечно, не записывать его на карточке, не носить вместе. Желательно его запомнить. Еще желательно, конечно, его менять иногда, потому что сейчас все это позволяется делать. Если вы будете регулярно менять пин-код, это уже определенный шаг в сторону безопасности. Ну, конечно, если вы осуществляете покупки по интернету, мы рекомендуем использовать другую карту, на которой будут деньги только для осуществления этих покупок. Если вы выбираете сайты в интернете, надо обязательно этот сайт посмотреть на его историю, его проанализировать, посмотреть по нему отзывы. Потому что очень много лже-сайтов, где поменена одна буква, и пользователю это может быть сразу незаметно. Вы введете свои данные, карточки, они будут списаны, и, соответственно, деньги уйдут. То есть вот нельзя забывать о том, что на телефонах должно быть антивирусное средство. На телефонах, на планшетах, на компьютерах, откуда идет оплата услуг, должно быть использовано лицензионные антивирусные средства. И вот если вы эти мероприятия осуществляете, то риск списания денег, он, ну, минимизируется. Конечно, это все равно не стопроцентная защита, и преступники не стоят на месте. Сейчас особенно используется все-таки персонифицированный подход. Если раньше веерные рассылки были, и кто-то на них попадался, сейчас, в том числе, с помощью и Центрального банка, и кредитных организаций, мы печатаем все очень много в прессе, даем разъяснения. Преступники, мошенники, они пошли немножко другим путем. Они сначала изучают человека, потому что мы очень много в социальных сетях выкладываем данных, дни рождения, клички любимых там питомцев, которые используем их потом в качестве пароля. И, собирая такую информацию, идет персонифицированный уже подход к человеку для определенного воздействия получения них. Либо платежной информации, либо чтобы сам человек перечислил денежные средства на определенный счет. Ну, в виде обмана, конечно. Вот такими растут наши мошенники. Ну, то есть, получается, мы сами свои враги, когда выкладываем действительно информацию. Ну, мне кажется, когда ты выкладываешь в интернет информацию, надо прекрасно понимать, что ее могут прочитать не только ваши друзья и добрые люди, но ее могут использовать против вас. Здесь нужно разумно подходить. Сергей, вот скажите, пожалуйста, сейчас уже, ну, вот несколько лет, по крайней мере, насколько я знаю, выпускают карты с какими-то особыми способами защиты, особые какие-то логотипы защиты. Неужели это не помогает? Ну, вы знаете, логотип вряд ли является там формой защиты. Конечно, не стоим на месте. И вот, например, Центральный банк создал НСПК, Национальный систем платежных карт, выпускается карта МИР. Для нее используется современная система защиты. Обработка данных идет внутри страны. Но это те вещи, ну, как бы, макромасштаба, да? А ведь крадут не у страны, крадут у конкретного человека. И самое что, крадут больше по его ошибке и недосмотру. Могут, конечно, вот, что можно привезти? Вы поехали в какую-то страну, и вы видите, что с ваших денег списывается определенная сумма денег. Или просто сошли где-то покупку, идете дальше, смотрите, у вас дальше все начинает списываться. Вот нужно понимать, что в этом случае еще нужно сделать. То есть вы, грубо говоря, выполнили все требования по безопасности банка, вы поставили на свой телефон антивирусную защиту, но все равно это произошло, это может быть. Но для этого как раз Центральный банк вместе с правительством выработали ряд мер, которые защищают, опять же, потребителя. То есть вы увидели, что с вашей карты списались деньги. Ничего страшного и ужасного в этом нет. И если вы знаете, что вы выполняете все требования по безопасности, прописанные в договоре, вы должны позвонить в банк, заблокировать карту, сказать банку, что идет неправомерное списание ваших денег. Обратиться в банк не позднее следующего дня с заявлением об этом списании, запросить выписку у банка, посмотреть, что да, вот эти суммы были неправомерно списаны у вас. И обратиться в правоохранительные органы. И достаточно большая практика возврата этих денег существует. Но вот вы говорите, что если человек выполнял все требования по безопасности, если он их не выполнял и у него списали деньги, как ему вернуть их? Если он не выполнял требования по безопасности, и банк это докажет, деньги не вернуть. Но здесь же мы... Если вы оставите 5 тысяч на улице, а потом через неделю придете, вы же понимаете, что их не будет на улице, и вам их, скорее всего, не вернут. То же самое с электронными деньгами. Здесь все зависит от разума человека и желания его сохранить свои деньги в безопасности. Ну просто это настолько уже сильно вошло в нашу жизнь. Мы такси оплачиваем картой, в ресторане расплачиваемся картой, там детские обеды в школах тоже оплачиваем картой. Ну вот как же все-таки быть? Потому что вот 960 миллионов, может быть, эта сумма для всей страны не такая большая. Но здесь действительно, как вы отметили, история каждой там семьи конкретной. То есть это могут быть деньги, на которые семья жила бы целый месяц. Ну, в масштабах страны это 16 десятитысячных процентов. Действительно, это сумма небольшая. Но если у вас или у меня украдут даже 10 тысяч, нам будет очень неприятно и обидно. А если 10 тысяч – это зарплата человека в месяц, то надо же будет как-то и прожить. Здесь не может быть какого-то там универсального совета. Надо выполнить все требования по безопасности. Нужно хранить вот еще раз свой пин-код, да, нужно его менять. Нужно, вот если вы используете карту для оплаты в такси, используете покупки в интернете, сделайте карту. Пусть положите туда там ту сумму, которую вы не считаете критичной для потери. Ну, если вы ездите на такси где-то 150 рублей, оплата там ребенку, там еще там 150 рублей. Ну, положите тысячу. В любом случае вы не потеряете больше. Вы лучше каждую неделю будете докладывать какую-то минимальную сумму, и вы знаете, что оплата по этой карте проходит, и даже если украдут, украдут минимальную сумму. То есть, ну вот просто разумом подходить и понимать, что это такие же, как деньги в кошельке. Если вы 500 тысяч положили себе в кошелек и ходите по улице, и у вас его украли, это же то же самое. Вы же не будете эти вещи делать. То же самое с электронными деньгами. Нужно понимать, что это абсолютно такие же деньги, и нужно также следить. Просто желательно быть еще немножко финансово и технически грамотным, что опять же Центральный банк проводит и различные уроки для школьников финансовой грамотности. И мы работаем и с пенсионерами, и с трудовыми коллективами. Мы показываем людям, как не попасться на руки мошенников. Ну вот по поводу финансовой грамотности как раз. Ну, наверное, молодежь, даже школьники, как-то, наверное, более адаптированы вот именно к этим цифровым всяким технологиям, да, и знакомы с таким понятием, как кибербезопасность. А вот как раз-таки старшее поколение вот здесь, наверное, более не защищено все же. Вы знаете, там риски есть разные, потому что старшее поколение, оно мудрое, и они не совершат те ошибки, которые совершат молодежь. Они могут быть, старшее поколение, немножко технически не так грамотно, как молодое поколение, поэтому здесь мы их учим, наоборот, больше пользоваться современными финансовыми услугами, оплачивать те же квитанции по QR-коду, да, или через онлайн-банкинг, чтобы не стоять в очередь. Мы также людям рассказываем, что такое финансовые пирамиды, какие там основы использования пластиковых карт. С молодежи немножко другое. Они смелые, активные, но их в жизни еще мало обманывали. И, конечно, вот здесь нужно больше на их разум показывать различные успешные попытки мошенничества, как обманули, грубо говоря, их соседа, их же такого же школьника, как заплатили родительские деньги за покупку в интернете, а ничего не пришло. И разобрать вот эту ситуацию. Почему не пришло? Потому что они выбрали сайт, а там на буковку «С» дополнительно. Потому что они не проанализировали, что вот здесь вот прям все-все дешево, а на самом деле это не рыночная стоимость. Вот здесь молодежи, конечно, но это должны родители воспитывать, это не только же Центральный банк. Мы показываем основу мошенничества финансовых услуг, а здесь должно быть еще воспитание какого-то вот ума, разума, какого-то передачи опыта, чтобы вот здесь дети не ошибались. Ну, это уже самое настоящее взросление называется. Да, да. Скажите, пожалуйста, вот у вас какая-то статистика ведется, кому вернули деньги, есть ли какой-то процент? Мы эти запросы у банков не делали, но жалоб по поводу невозврата денег к нам тоже не поступало. То есть банк работает, сейчас банки работают достаточно четко, если выполнены требования по безопасности, возврат идет 100%. Ну, опять же, из истории определенной, из опыта своего, многие обращения были, вот списаны деньги с родительской карты, поднимается банкомат, на котором списались деньги, поднимается фотография, кто списал, это оказывается ребенок. Родители краснеют, извиняются, уходят. То есть такая статистика тоже есть. Пока, вот, насколько я помню, ни одной жалобы в Рязани на то, что выполнили все требования, но банк не вернул, деньги не было. Сергей, скажите, некоторые люди, ну, тоже, наверное, среднего, старшего возраста, вот как способ безопасности, да, и защиты вот от таких машинников, находят для себя в том, что просто снимают все деньги с карточки. И правильно ли это, и является ли это действительно какой-то защитой? Мне кажется, каждый для себя должен решить. В моем понимании, мне легче работать с электронными деньгами. Статистика в России идет к тому, что больше повышается как раз безналичная форма оплаты. У нас практически везде есть точки приема. Не нужно носить с собой деньги. Ну, в моем понимании, лучше использовать безналичные расчеты. Кто привык больше к наличному, и они считают безопасно, ну, тоже безопасно. Я, наверное, здесь совет не могу дать. Центральный банк использует и в форму, и наличные деньги мы поставляем регионы, и работаем с безналичными, осуществляем перевод денежных средств. В моем понимании, если осуществлять все безопасно, то у тебя никто и не украдет. То есть дело привычки уже, получается так. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что надо сразу обращаться в полицию. Каким образом они, каким образом органы правоохранительные могут помочь вернуть деньги? В полицию надо обращаться, потому что это кража. И у нас работа – это направление полиции. При заявлении в банк вы делаете то, что вы подали в полицию обращение, и банк это учитывает при возврате вам денег. И плюс, все-таки, если банк вернул деньги, на этом нельзя останавливаться. Нужно искать того, кто украл. Поэтому здесь полиция еще и в этом направлении работает. А банк ведь, получается, теряет свои деньги, возвращая как бы уже украденные. Ну, это банковский бизнес. Есть закон, они это обязаны делать. Сергей, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что в случае, если человеку не вернули деньги, и он чувствует, что его права нарушены, он может к вам обратиться, правильно, в Центральный банк? Есть создана структура по обработке жалоб. Мы принимаем его либо на сайте Центрального банка, либо в региональное отделение могут письменно принести жалобу. Мы ее направим для обработки. Но к вам пока еще не обращались люди? По данному направлению, вот о чем мы с вами говорим, нет. Так жалобы, конечно, есть. Сергей, ну и, наверное, последний у меня к вам вопрос. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Скажите, какие вот в ближайших планах у вас будут проводиться мероприятия, как раз вот по привитию какой-то киберкультуры, финансовой грамотности? У нас сейчас только завершилось, например, для школ, онлайн-уроки финансовой грамотности. 93% школ Рязани, это второе место по России, приняло участие в этих онлайн-уроках. То есть профессионалы банковского дела, в том числе и по кибербезопасности, и, например, как построить свой финансовый план, как не попасться в руки мошенников, как открыть вклад, потому что уже школьники в 14 лет могут открывать вклады. Вот масса вот этих уроков наши школы приняли участие. Сергей, спасибо вам за такой настоящий ликбез по кибербезопасности. До свидания. До свидания, спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова